Ребят, всем огромный привет! Я очень рада видеть вас у себя на канале. Как всегда, хочу сказать огромное спасибо за то, что вы с теплотой и отзывчивостью принимаете мои ролики. Как короткие шорсы, так и длинные обзоры. Это очень сильно помогает моему каналу расти и развиваться. И я не устаю вас зазывать в свой телеграм-канал. Там очень много интересной информации про литературу, новые книги, новые издания. Литературные викторины, а также дневниковые записи писателей. Иногда очень сильно актуальны. Обязательно подписывайтесь. Сегодня я вам хочу рассказать про пять русских писателей, которые получили Нобелевскую премию. Я расположила их в хронологическом порядке. То есть это не какой-то мой топ-5. Нет, просто будем идти по годам. Ну и, конечно, я была бы не я, если бы очень кратко не рассказала вам про Нобелевскую премию. Что она вообще из себя представляет. Нобелевская премия по литературе – это самая престижная литературная награда, которая вручается с 1901 года. Обычно Нобелевскую премию дают за совокупный вклад в литературу. Но были в истории случаи, когда Нобелевскую премию выдавали за какое-то конкретное произведение. Так было с Тихим Доном Михаила Шолохова. Кем вообще был Альфред Нобель? Давайте это тоже обсудим. Создатель премии родился в Стокгольме в 1833 году. И при жизни он прославился в первую очередь как успешный предприниматель и ученый. Он запатентовал 355 изобретений и в том числе динамит. В 1896 году после его смерти было опубликовано завещание, в котором он говорил о том, что все свои средства он оставляет на создание премии, которую будут вручать за наибольшие вкладки в развитие человечества за предыдущий год. Кто может быть номинирован на Нобелевскую премию по литературе? На самом деле на эту премию может быть номинирован любой поэт, прозаик или писатель. Здесь только есть два важных условия. Первое. Никто не может номинировать сам себя. То есть ты не можешь прийти в Нобелевский комитет и сказать, «Знаете, я вот считаю, что я достойный вклад в литературу внес, давайте-ка мне на Нобелевскую премию». Нет, так нельзя. И второе условие заключается в том, что Нобелевская премия не может быть присуждена посмертно. То есть она вручается тем писателям и поэтам, которые живы на момент вручения премии. Кандидаты, имеющие право на получение премии, выдвигаются квалифицированными специалистами, которых специально для этого приглашает Нобелевский комитет. Выдвигать на премию по литературе могут в том числе члены Шведской академии, представители других академий и высших учебных заведений, а также лауреаты Нобелевской премии по литературе за предыдущие годы. В выборе победителя участвуют 18 постоянных членов Шведской академии. Рабочий орган, который оценивает номинации и представляет свои рекомендации Академии, это Нобелевский комитет по литературе, который состоит обычно из 4-5 человек. И процесс выбора лауреата занимает целый год. То есть сначала там большой список из 15-20 человек, и примерно к сентябрю остается шорт-лист из 4-5 писателей. И получается, члены комитета знакомятся с творчеством, знакомятся с биографией этого человека и совместно выбирают победителя. И важно сказать, что процесс выбора строго засекречен. То есть вы не сможете узнать, по каким критериям или по какой причине тому или иному человеку присудили Нобелевскую премию. Это можно будет узнать только спустя 50 лет. И также нельзя узнать, кто был номинирован в тот или иной год на Нобелевскую премию. Это тоже только спустя 50 лет узнается. И что же получает лауреат Нобелевской премии, кроме, конечно, всемирного признания? И это, мне кажется, самое важное. Он получает медаль, он получает грамоту и он получает денежный приз. В 2022 году приз составил 10 миллионов шведских крон. Это около 51 миллиона рублей. Однако для того, чтобы получить награду, лауреат должен выступить с так называемой Нобелевской лекцией в течение полугода с момента объявления о том, что ему вручают эту награду. И теперь я предлагаю вам поговорить про русских писателей, которые получили Нобелевскую премию. Как я уже говорила, мы с вами будем идти в хронологическом порядке. И начнем с Ивана Бунина, который получил свою премию в 1933 году. Иван Бунин получил премию 10 декабря из рук короля Швеции Густава V с формулировкой за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы. Многие литературоведы, как и сам Бунин, считают, что Нобелевскую премию ему присудили за роман «Жизнь Арсеньева», который вышел в Париже в 1930 году. Но каким же был его путь к награде? Как он все-таки смог получить Нобелевскую премию? Я вам сейчас расскажу. Как вы, наверное, знаете, Бунин эмигрировал за границу после русской революции. И к тому времени он был уже состоявшимся поэтом. Почти сразу же он начал претендовать на Нобелевскую премию. И помогать ему как соискателю вызвался писатель и публицист Марк Алданов. В 1922 году Марк Алданов предложил известному французскому писателю Ромэну Ролану выдвинуть на Нобелевку сразу трех крупнейших русских литературных эмигрантов Бунина, Миршковского и Куприна. Неожиданно для многих Ролан в 1923 году все-таки выдвинул на соискание трех русских. Однако из списка Алданова в нем остался лишь Бунин, а двумя другими возможными кандидатами значились Максим Горький и Константин Бальмонт. Самого же Бунина до победы в 1933 году выдвигали на Нобелевку целых три раза. В 1923, в 1926 и в 1930 годах. И постоянно победа была вот уже, знаете, совсем-совсем близко, вот уже как будто бы в руке, но постоянно что-то мешало, что-то не давало ему получить эту премию. И как я уже говорила, в 1930 году в Париже выходит роман «Жизнь Арсеньева», и Бунин очень сильно на него надеялся, очень надеялся на то, что он произведет тот эффект, который необходим для того, чтобы все-таки Нобелевскую премию получить. И надо сказать, что чета Бунина, которая жила во Франции, к тому времени жила очень-очень бедно и порой перебивалась только гречневой кашей. И существует запись из дневника жены Ивана Бунина, вот что она там говорила. К нам теперь ездить со своей закуской. Действительно, обеднели очень. Кстати, Дмитрий Миришсковский, который тоже претендовал на премию в 1933 году, решил, что нужно действовать решительно. И вот какой план он предложил Бунину. Он предложил, что они будут действовать сообща на пользу друг другу и на пользу самим себе, а премию, которую получаем, делим в итоге пополам. И он предлагал вот этот договор заверить нотариально. Но в итоге Иван Бунин отказался от этой затеи. В 1933 году принципиальная схватка разгоралась между двумя русскими писателями. Это между Красным Максимом Горьким и Белым Иваном Буниным. Надо сказать, что в пользу Горького очень сильно интриговала и, так скажем, пыталась всячески его продвинуть. Посланница СССР в Швеции Александра Калантай. Невозможно сказать, что конкретно повлияло на Нобелевский комитет. Может, это была совокупность всех произведений, которые были к тому моменту написаны Буниным. Но, наконец-то, в 1933 году Ивану Бунину присуждают Нобелевскую премию. И существует такое поверье, что сообщение о том, что ему присудили премию, его застало в кинотеатре. Надо сказать, что премия, особенно денежные вознаграждения, очень сильно помогли чите Буниных, у которых в день присуждения премии даже не было денег для того, чтобы платить за письма и за телеграммы, которые им присылали. Иван Бунин почувствовал себя просто нереальным богачом и, к сожалению, начал раздавать эти деньги. То есть ему писали другие русские эмигранты с просьбой о помощи. И он удовлетворял эти просьбы. И в итоге какую-то часть он отдал на пожертвование, на помощь. А другую часть вложил в какое-то очень прибыльное дело, как ему говорили, как ему обещали. Но в итоге прогорел. И он опять остался ни с чем. И в завершении я хотела бы рассказать о том, как отреагировали в СССР на то, что Бунину присудили премию. Долго обсуждать и размусоливать не буду. Скажу лишь единственную фразу, которую произнесла как раз-таки Александра Калантай, которая, как вы помните, очень топила за Максима Горького. Вот что она сказала. Мало кому известный Бунин проскочил при голосовании. Второй русский писатель, который получил Нобелевскую премию, Борис Пастернак. Он ее получил в 1958 году с формулировкой за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы. Впервые фамилия Пастернака появилась в списках возможных Нобелевских лауреатов в 1946 году, то есть за 11 лет до опубликования романа «Доктор Живаго». Первым человеком, который выдвинул Пастернака на премию, был Сесил Морис Баура, английский словист и признанный знаток русской поэзии Серебряного века, переводивший стихи Пастернака, Блока, Мандельштама и других поэтов. Но в том году, как и в следующем, фамилия Пастернака никак не привлекла внимание членов жюри. Но и в 1948 году имя Бориса Пастернака не исчезло из списка кандидатов на Нобелевскую премию. 31 января, в последний день приема номинаций, у членов Шведской академии есть возможность выдвинуть своего кандидата. И этим воспользовался шведский литературовед Мартин Лам. И также он повторил свою кандидатуру в 1950 году. Последующие шесть лет Пастернака на премию не выдвигали. В 1957 году история повторяется. 31 января уже другой член Шведской академии, классик шведской поэзии Харри Мартинса выдвигает кандидатуру Бориса Пастернака, с которым он познакомился в Москве еще в 1934 году. В 1958 году кандидатура Пастернака была предложена Нобелевскому комитету сразу пятью профессорами-литературоведами. И тогда, наконец-то, выбор шведского комитета останавливается на Борисе Пастернаке. 23 октября постоянный секретарь академии объявляет Борису Пастернаку о том, что ему присуждена премия. И вечером того же дня об этом становится известно в Москве. И как я вам уже рассказывала в одном из своих предыдущих видео про скандальные запрещенные книги, если вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите, где-то вот здесь вылетит подсказка. Бориса Пастернака в Москве и в СССР в целом просто стали безбожно травить до такой степени, что ему пришлось отказаться от Нобелевской премии. Неделю спустя Пастернак отправляет телеграмму со следующим текстом. «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я вынужден отказаться от незаслуженной премии. Пожалуйста, не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ». Ответ ему поступает в этот же день, и вот что пишет Шведская Академия. «Шведская Академия получила ваш отказ с глубоким сожалением, симпатией и уважением. Повторно Нобелевская премия по литературе в этом году, то есть в 1958 году, никому не присуждалась. В 1988 году роман «Доктор Живаго» был опубликован в журнале «Новый мир». Признание романа на родине позволило Нобелевскому комитету признать, что отказ от премии был вынужденным и недействительным. Летом 1988 года диплом был отправлен в Москву, а в 1989 году на торжественном приеме семье Пастернака вручили медаль. Ну что, мы с вами добрались до третьего русского писателя, который получил Нобелевскую премию, и им стал Михаил Шолохов. Он ее получил в 1965 году со следующей формулировкой. «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Вообще, надо сказать, что Михаил Александрович Шолохов – один из самых успешных советских писателей и один из тех писателей, которые были обласканы советской властью. Он этим удачно пользовался, так как в своих книгах писал о тех моментах и о тех историях, которые были бы просто бесщадно вырезаны в других книгах других авторов, которые были не так сильно милы советскому правительству. Самую знаменитую свою эпопею «Тихий дон», за которую впоследствии он и получил Нобелевскую премию, Шолохов начал писать в 20 лет. Первые рукописи романа, который изначально назывался «Донщина», были, к сожалению, утеряны. Примерно к 1960 годам Шолохов приобрел популярность не только в России, но и за рубежом, и его роман «Тихий дон» сравнивали с романом «Льва Толстого. Война и мир». В 1964 году, когда встал вопрос о том, кому присудить Нобелевскую премию по литературе, как будто бы очевидным, абсолютно очевидным кандидатом был Шолохов. Но, к сожалению, в тот год он премию не получил, и этот факт очень сильно возмутил французского писателя Жанна Поля Сартра, надеюсь, я правильно произношу, которому в том году как раз-таки и досталась премия. И в знак протеста он отказался от этой премии и сказал, что советские писатели также достойны получать Нобелевскую премию, как и европейские писатели. И, наконец, в 1965 году Михаил Шолохов получает Нобелевскую премию. И надо сказать, что эта премия была получена, ну, не кривя душой с одобрением советского правительства. Ему даже разрешили получить премию лично, хотя многим лауреатам из СССР в этом было отказано. И существует легенда, что Михаил Шолохов якобы отказался поклониться королю Швеции, хотя это такой обычай. Писатель пояснял, мы, казаки, ни перед кем не кланяемся. Вот перед народом, пожалуйста, а перед королем не буду. Сам Шолохов, кстати, отрицал этот факт. Он говорил, что он поклонился, просто из-за того, что король был сильно выше его ростом, этого никто не заметил. Шолохов был истинным реалистом как в литературе, так и в жизни. Он прагматично распоряжался премиальными деньгами и не бросал их на ветер. Его дочь Светлана говорила о том, что Нобелевскую премию он потратил на то, чтобы показать им, детям, Европу и Японию. Она говорила, что они изъездили вдоль и поперек Англию, Францию и Италию. Четвертый русский писатель, который получает Нобелевскую премию, это Александр Солженицын. Он получает ее в 1970 году с формулировкой «За нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Что же это значит? Что же обозначает эта формулировка? К 1970 году за рубежом были опубликованы многие книги Александра Солженицына. Это в том числе «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» и «В круге первым». Говорят, что Нобелевскую премию ему присудили за архипелаг ГУЛАГ, но к тому времени он еще не был написан. И никто из членов академии, да даже никто из родных Солженицына не знал, что он будет писать данное произведение. Однако уже тогда все зарубежные критики высоко ценили талант писателей создавать психологические портреты персонажей, писать о людях, которые оказались в страшных обстоятельствах и подвергались репрессиям советской системы. Но были и те, кто были против того, чтобы присудить Солженицыну премию. Среди таких был, например, поэт Артур Лундквист. Он считал, что проза Солженицына примитивна, а это решение, решение выдать премию, политически обосновано. Хотя за несколько лет до этого, когда Солженицына исключили из союза писателей СССР, он написал открытое письмо в его поддержку. Вот такой непостоянный человек. Александр Солженицын не стал отказываться от премии. Он даже захотел поехать в Швецию и получить эту премию лично, но он очень опасался того, что после того, как он выйдет из СССР, обратно его уже не пустят. Только через 4 года, когда его депортируют из СССР, он сможет получить премию лично. И, конечно, надо сказать, что получение Нобелевской премии еще сильнее усилили гонения Солженицына на родине. Хотя, казалось бы, куда уже сильнее. Были изъяты рукописи писателя, в том числе его главного произведения «Архипелаг ГУЛАГ», а все остальные его издания были уничтожены. Тогда нервы Солженицына не выдерживают, и он разрешает опубликовать свои произведения за границей. В 1972 году в Лондоне был опубликован роман «Август 14», а также Солженицын по памяти восстанавливает свои рукописи и публикует «Архипелаг ГУЛАГ». Первый том этой книги выходит в Париже в 1973 году. И на родине, конечно, разворачиваются страшнейшие события. Его обвиняют в измене, его лишают гражданства и депортируют в ФРГ. Вот такая вот нелегкая судьба у Нобелевского лауреата. Ну и последний русский поэт, о котором я вам сегодня расскажу, это Иосиф Бродский. Он получает Нобелевскую премию в 1987 году с формулировкой «За многогранное творчество, отмеченное остротой мысли и глубокой поэтичностью». К тому времени Бродский уже является гражданином США. Родину он покидает в 1972 году. Власть поставила ему выбор. Либо вы немедленно уезжаете отсюда, либо вас ожидают горячие денёчки, то есть это допросы, тюрьмы и психбольницы. Надо сказать, что КГБ вообще к Бродскому было неравнодушно и начало за ним, так скажем, подглядывать чуть ли не с первых публикаций его стихов. 14 февраля 1960 года Бродский прочёл своё стихотворение «Еврейское кладбище, вызвавшее скандал». А во время поездки в Самарканд Бродский и его друг, бывший лётчик, придумали план захвата самолёта, чтобы улететь за границу. Эти фантазии стали известны КГБ, поэта задержали, но через пару дней выпустили. Откровенная травля началась в ноябре 1963 года, когда в литературной газете вышла статья под названием «Окололитературный трутень», которой Бродского клеймили за тунеядческий образ жизни. Бродского посадили в тюрьму, и затем состоялось два заседания суда. Хоть Бродский и начал работать с 15 лет на заводе, в морге, в котельной, в геологических партиях, это не убедило судью Савельеву. Она спрашивала, а что вы сделали полезного для Родины? А вообще, какая ваша специальность? И ответ Бродского, что у него специальность поэт-переводчик, её не удовлетворил. Она спрашивала, а кто вообще сказал, что вы поэт? Знаете, на месте Бродского я бы у неё самой спросила, а что вы сделали полезного для Родины? Тогда бы депортация и дело не обошлось. Бродского приговаривают к максимально возможному за тунеядство наказанию. Это 5 лет лишения свободы и ссылают его в Архангельскую область. После этого, через несколько лет, а именно в 1972 году, Бродского лишают гражданства, и с одним чемоданом он вылетает в Вену. И там вот этот человек, которого считали тунеядцем, которого не считали поэтом, устраивается в университет США и в течение 24 лет преподает литературу. Вы представляете? В 1977 году он принимает американское гражданство и начинает очень много печататься. То есть это стихи как на русском, так и на английском языках. Также он очень много обращался к эссе. То есть вот за этот период, за период жизни в США, он печатался очень много и работал очень плодотворно. Ну и, соответственно, в 1987 году он получает Нобелевскую премию по литературе. Ну что, это были все русские писатели и поэты, о которых я хотела бы вам рассказать. Обязательно пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я сделала такую же подборку по какой-то другой стране. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. До встречи в следующих роликах. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok